Две игры закончились победами тех команд, которые эту победу заслужили меньше, чем их соперники. В первой игре, по моему мнению, Майами играл лучше. Майами хорошо играл в защите. Игроки Майами играли на опережение, заставив Сан-Антонио сделать аж 22 потери за три четверти. Преимущество в команде, которое было у Майами в начале четвертой четверти. Игра, которую они показывали, заставляла поверить в то, что победа этой команды была близка. Но дальнейшие действия показали, что это не так. Проснулся Дэнни Грин, реализовавший три трехи и забивший прекрасный данг. Другие начали попадать и Сан-Антонио вытянул первую игру. Вторая игра проходила уже по диктовку Сан-Антонио. В принципе, практически весь матч Сан-Антонио ввел в счете и не давал Майами разогнаться. Как ни старался Леброн, показавший прекрасную игру, попадавший в очень сложные броски. Сан-Антонио играл первым номером и был близок к победе. Но концовка для этой команды не сложилась. И, наверное, даже где-то четыре подряд промазанных штрафных Паркером и Данконом внесли какую-то сумятицу в действие Сан-Антонио, прежде всего атакующее действие этой команды. И Майами смог зацепиться и выиграть вторую игру. Майами хорошо закрыл краску. Майами выиграл подбор, чего не было в первой игре. Майами нейтрализовал Тиаго Сплиттера, который сыграл очень мало времени в втором матче и практически никакой пользы своей команде не принес. Что мы видим, что Тим Данкон провел времени на Паркете больше, чем Леброн Джеймс. Это, конечно, быть не должно. Должна быть более широкая ротация и 38 минут Данкона могут сказаться негативно на его игре в третьем матче.